Всем привет, друзья, с вами Дастер. До нового года осталось всего 8 часов. А это первое видео на сегодня. Ведь через 6 часов я выпущу второе видео, нацеленное всё же более на новогоднюю тематику. Ну а сегодня мы будем искать кринжовые и тупые отзывы к различным частям ФНАФ, Флеймаркет. Я на самом деле не знаю, какая это уже часть, но это и не важно. Главное, что отзывы ещё остались. Ну и перед началом подготавливайте, я не знаю, возможно, мандарины, салатики, молоко с печеньем. Хотя нет, не стоит всё это смешивать. Ну в общем, поехали к отзывам. Ну что ж, я предлагаю начать со ФНАФ АР. Ну и небольшая помарочка перед началом. Я не оправдываю разработчиков игры. В ней действительно много багов. Но несмотря на это, игра мне нравится. Это достаточно интересно, поиграть во ФНАФ в дополненной реальности. Ну так вот. Не, ну вы уж извините, игра говно. Почему? Потому что я зашла, потом пошла загрузка, после остановки на 42%, после прошло 10 минут, я уже вышла из игры. Вхожу и вдруг 82% загрузки, остановка загрузки. Ну и всё. Игра не загружается. Мой отзыв о вашей игре. Говно. Пустая трата времени. И кстати, интернет был. Мм. Мм. Что мне делать? Не знаю. Подскажите что ли, тогда будет 5 звезд, пока один. Sorry. Вот это она English Girl. Опять же, я не отрицаю, что этот баг существует. Но то, как сформулирован этот отзыв. Забавно будет, если Алюмикс прочитает её комментарии, единственное, что они поймут, это написанное на ломаном английском, sorry. Раньше было лучше. Играть было более-менее. Было действительно страшно, хотя это было связано с возрастом. Заходил пару месяцев назад. Теперь это донатная помойка, развиться новичкам очень сложно. Если вы не понимаете, почему я вставил этот отзыв, поясняю. Суть игры в том, чтобы люди отправляли друг другу аниматроников. Не подразумевается, что ты с приманки обязательно выбьешь себе костюм. И насколько я знаю, ФНАФ ОР до сих пор работает по этому принципу. Допустим, в пример, как это было у меня. Естественно, мне с приманок не падало ни ЦП, ни костюм. Поэтому я находил просто родомных челиков ВК, которые тоже играют во ФНАФ ОР. И с некоторыми я до сих пор разговариваю. И просил их отправлять мне аниматроников. Так я и выбивал себе костюмы. А с приманки, по-моему, один раз что ли выпал костюм или вообще не падало. Да даже вспомните обновление новогоднее, два года назад. Даже тогда не негодовали, что ФНАФ ОР превратился в донатную помойку. Хотя напомню, он вышел в конце 2019-го. А точнее, где-то осенью. Ну короче, человек не очень понял суть игры и забобил в отзывах. Классика. Разработчики. Сделайте так, чтобы, блин, при проигрыше сливалась только одна серия. И из-за того, что тут камера плохо сделана. У меня Фредди Фазбер вышел кривой, я промахнулся. Током. И в итоге мне осталось только одна серия, чтобы открыть новые доски. Лу-у-у-у-жи. Сделайте, пожалуйста, чтобы сливалась только одна серия. Или сделайте регулировку камеры нормальную. Спасибо за внимание. И снова ситуация примерно та же, что и в прошлом отзыве. Человек просто не до конца понял механику игры и забобил на разработчиков. Если из вас кто-то не играл во ФНАФ ОР, то давайте объясню, что же такое эта самая серия. Она накапливается, если ты непрерывно побеждаешь аниматроников. То есть, допустим, ты победил аниматроников пять раз подряд, и тогда у тебя будет пятая серия. И если ты вот так вот пошел на шестого аниматроника и проиграл, то серия слетит к нулям. И вы спросите, для чего же она нужна? Ну, во-первых, чтобы открывать ячейки под новых эндоскелетов. А на новые эндоскелеты можно вешать костюмы аниматроников. Также максимальная серия сохраняется у вас в профиле, вы просто можете рассказать о ней другим. И сравнить, например. Я не отрицаю, что аниматроники иногда могут бежать криво. У меня тоже такое было. Но он просит упростить механику, которая подразумевается как сложная. Вот какого черта вы поставили в игре на загрузку. Она такая долгая. Капец, я ненавижу загрузки. Вот вы, вот она, эта игра. Она очень долго загружается. Я даже никак играть не могу. Жду, жду. Она никак не загружается. Сделайте, пожалуйста, ее побыстрее. Или вообще уберите. Вот это уже тогда будет правильно. А так игра просто позорная. И вообще эта загрузка никому не нужна. Но вообще долго советую скачивать эту игру. Она ужасная. Ааа, какой бред. То есть она предлагает убрать загрузку, потому что ей она не нравится. И вообще, по ее логике, наверное, разработчики просто прикол загрузку впихивают, чтобы потратить ее время, да? Ну, правда, почему вот, например, когда я захожу в Киберпанк, мне приходится ждать целую минуту. Разработчики, уберите это, не тратьте мое время. Мне вот в ее отзыве больше всего понравилось две фразы. Уберите загрузку, вот это уже тогда будет правильно. И я советую скачивать эту игру, она ужасная. А, к слову, если убрать одну букву из ее фамилии, получится какое-то интересное слово. Напишите в комментариях, что это за слово. Не надо, пожалуйста. Кстати, пока из колодзов обнаружу, что вот на этой криво сделанной игре скачиваний больше, чем на первом ФНАФе. То есть оригинальный некуда. Но окей, вы скажете, что он платный и мало кто его покупает. И чаще всего его пиратят. Хорошо, давайте посмотрим на ФНАФ Р, который бесплатный. И что же мы видим? Одинаковое количество. Что на оригинальном ФНАФе, что на криворукой... Я не знаю, даже этой игрой сложно назвать. Ну, в общем, далее давайте перейдем к отзывам под ФНАФ 7. Уж там-то все должно быть адекватно. Ну, я надеюсь. Игра классная. Но оптимизация полная параша. Злые смайлики с вейпом. Злые смайлики красные. Злые смайлики какашка демон. Я не буду это комментировать, окей? Игра по ночам классная. Потом надоедает. Но я поставлю единицу, потому что я уже не особо играю. То есть он купил игру, и ему она понравилась. Но и одна есть звезда, потому что он в нее не играет. Блять, логично! Ну вот, к примеру, я проходил God of War 2018 года. Мне понравилась там графика, сюжет неплохой. Но сейчас я не играю, поэтому игра говно. Это просто аллегория, кто не понял. А далее я нашел X2, тупорил их отзывов. Здравствуйте, игра самая крутая. Я играю 15 дней, никаких багов, все нормально, даже отлично. Советую всем. Одна звезда. Ну это без комментариев. И второй, более интересный. Эта игра очень интересная, но не скачивается. Попробуйте снизить гигабайты. В то же время, вес игры? Или он думает, что она весит 153 гигабайта? Да по-моему, Киберпанк меньше весит. Ладно, давайте посмотрим на отзывы под FNAF 2. Уж там-то все должно быть нормально, да? Меня игра не играет, я хочу свои деньги. Его игра не играет, кто не понял. Нам не понравилась эта игра, мы не можем в нее зайти. Почему? Да, я осознаю, что люди купили игру и не могут в нее зайти. Это как бы не совсем нормально. Но формулировка этого отзыва, блин. Не работает. Раньше работал. Ну, пока, кроме 1 звезда, исправьте не палатку. Опять же, формулировка этого отзыва. Класс, я люблю ужасы. Одна звезда. Ну и напоследок, давайте посмотрим отзывы под FNAF 1. Я не знаю, как это озвучить. Говно какашка. Ну, в общем, на этом я предлагаю и закончить. Сегодня ролик получился достаточно объемный. Ну и всех с Новым Годом, друзья. С вами был Дастер. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!